Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики канала, играет и комментирует для вас Луцкий Александр, мы продолжаем проходить карьеру игрока в NHL 17, Саша Пушкалецкий снова с нами, у нас тяжелая ситуация с Аризоной, я уж не говорю про то, что мы хотим в первое звено выйти, это ладно. У нас тяжелая ситуация с точки зрения попадания в плей-офф и Колорадо, ну у них всего лишь 22 победы, они явно не рассчитывают уже попасть в 16 лучших команд, вот их-то мы обязаны просто обыгрывать, давайте начинать, ну что ж, попробуем поменять форму, я не знаю, вон в красный сыграем, они пусть сыграют в белый как раз, да, нормально, хотя у них красные рукава, ну в смысле темно-красные, ну не важно. Возможно, если бы Пушкалецкий играл в первом звене, может быть чуть-чуть было бы получше, но и на самом деле я сомневаюсь. Тут у нас с обороной какая-то беда теперь, потому что когда в начале сезона мы играли, там все было куда надежнее, а сейчас какие-то непонятные ошибки, вечные... Ну понял. Что с судьей? Почему я? А, ребят, это, конечно, странно, но я не могу пропустить, я не могу пропустить. Вот это меняется, да, но смену почему-то пропустить я не могу. Что, нам сидеть теперь 2 минуты этих или сколько, 3 там обычно дается? А представляете, во всем матче не будет пропускаться смена. Это будет интересно. Это какой-то новый баг. Ну что ж, ладно, ждем, сидим, ждем. Это очень странно. Никогда такого не было до этого. Ну что ж, вон, наблюдаем. Матч. У Колорадо уже смена была. Будет ли смена у Аризоны? Да, все готовы, Пушкалецкий готов. Все, мы на льду. 2 минуты посидели, отлично. Просимулировать смену мы не могли. Как ни странно. Бросок есть по нашим воротам первый. Дюплеер. Падает Джонсон. И он накрыл. Маккинан. Щелчок. Как же атакует Колорадо? Ну вот. Удаление у них. Перестарались немножко. У меня даже шайбу еще не трогал. Выиграли вбрасывание. Да бросай уже. Еще. Ну что это? Вот опять. Почему мне сразу не отдают шайбу? Сколько раз мы так разыгрывали. С титанами, да? Да и в Аризоне уже получалось такое. Сейчас не хотят отдавать шайбу Пушкаревскому. Ну. Не хотят и не хотят. Варламова так, наверное, сложно пробить будет. Ему нужно издалека бросать, насколько я помню. Или это Бобровскому? Я уже их перепутал. Так. Ну. Должна Аризона открыть счет. Мы все-таки в большинстве играли. Да. Две шайбы сразу. Ну вот это красота. Вот это я понимаю. Когда только успели забросить эти две шайбы, я не представляю. Ну да ладно. Так. Стоун. Магин. Пушкаревский один. Передачу отдает прям на синюю линию. Пушкаревский! Защитники все читают. Пушкаревский. Вообще я защитнику давал нашему. На синюю линию. Ну не в упор же я передачу делал. Ридеру. Так ведь? Пушкаревский. Аккуратно. Аккуратно. Скорости не хватает немного. Скорее... Нет. Не хватает скорости. Через защитник. Да емое. Опять перехватывают. Пушкаревский. Стоун. Ридер. Зашли в зону. Ридер. Хилчок. Добивание Пушкаревский. Ну сразу. Я нажимал. Но он не хотел добивать сразу. Атака хорошая. Меня крыли. Поэтому я решил не запрашивать. И правильно сделал. Как показала практика. А тут что? Неужто 2-1 или 2-2? О, 3-1. Туда и сюда шайбы летают. И все, когда меня нет на льду. Интересно. Хотя бы теперь можно пропускать моменты, когда мы не на льду. Пушкаревский. Хорошая передача. Нет, плохая передача. Ридер. А вот это хорошая передача. Но бросок защитника, к сожалению. Такой раскат получился. Здорово. Ридер. Пушкаревскому. И направо. Там совершенно один Магин. Вернуть Пушкаревскому. Не, не, не. Все перекрыто было. Надо было самому идти опять. Как я и раньше это и делал. По борту там Колорадо. Не стесняется. Туда, сюда. Переводы. И никто с ними не борется. Что самое печальное. Ох уж эти быстрые атаки на наши ворота. Какой интересный пас. Пушкаревский. В окружении пятерых. Это не смущает. Саша бросает. Бросок в ловушку Варламова. И тот почему-то завис. Какие-то странные баги пошли в НХЛ. В этой серии у нас. Ну ладно. Пока я к нему не пошел прессинговать. Он стоял и держал шайбу в ловушке. Причем судья на это не реагировал. 4-1. А что Аризона творит в первом периоде? Это тоже мне кажется какой-то баг. 4 шайбы. Когда такое было? Никогда такого не было. Пушкаревский. Ложный замах. Уходит по борту. Передача. Защитник подберет. Отдаст снова Пушкаревскому. Дальше. За ворота. Ридер. Пушкаревский. Все перехватывается. Все перекрыто. Щелчок. На месте наш Смит. Должен же Смит. Вроде играется. Все. Ну что. 4-1. Я вообще не поучаствовал в этих шайбах. Главное что и не пропустили. Я так понимаю первое звено у нас там раскочегарилось. Скалорадо то. Ну видимо так. Нужно их поддержать хотя бы одной шайбочкой. Хотя бы каким-нибудь результативным действием. Так. По борту шайба пошла. Я это прочитал. Магин. Сам. 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 А вот теперь можно. Пушкаревский сразу. Ближний угол Варламов на месте. Магин. Пушкаревский. Через защитника. И бросок. Никого нет на пятаке. Удаление у Колорадо. Хорошо. Ну вот только не знаю. Вы выпустите ли нас тренер. В большинстве я выпустил. На 25 секунд. Важно. В средней зоне это вбрасывание взять. Не получилось. Ридер. Но аккуратнее. В обороне. Пожалуйста. Аккуратнее. Пушкаревский. Заходим в зону. Резко ускоряемся. Кому отдать передачу-то? Не. Такое опять не проходит здесь. Я знал. Ну я ведь знал. Успел заблокировать. Магин. И сам, сам, сам открывайся. Как же сложно. Как же все плотно здесь. Абсолютно. Все перекрывают. Защитники Колорадо. Как четыре шайбы забросил Аризону. Я не представляю. Пушкаревский. Нет. Не пустил защитник. И здесь потери. Да. Мда. Напомню, что в прошлых матчах мы шайбы забрасывали. Интересно, в этом получится. Получается у наших партнеров. У нас ничего не получается. А вот уже 4-2. Но они Колорадо, я имею в виду, могут так и сравнять. Потому что без нас этот разгром случился. И без нас может и камбэк случиться. Пушкаревский. Пушкаревский. Пушкаревский снова. Становился. Защитника прошел. Дальний угол бросил. Чего из этого не вышло. А здесь передача. И пожалуйста. Никакой Варламов не успеет переместиться. 5-2. Обожаю перехваты. В чужой зоне. Отбор в чужой зоне. Резкий пас в центр. Тобиас Ридер. 14-я шайба в сезоне. Голевая передача Пушкаревского. Наконец-то. Набрали все-таки здесь. Очков пока одно. Ну что, 5-2. И кстати опять в большинстве мы забросили. Вот. Получается в большинстве у нас. Пушкаревский. Мимо одного защитника. Мимо второго. Варламов. Да, Семен. Он 5 шайб схватил. От Аризоны сегодня. Неплохо. Ридер. Сам заходи в зону. Но теперь пас. И вот. Бросай. Неудобно было. Варламов переместиться. Успел. Но тем не менее опасный момент я считаю. Оценки все на 30+. Командная игра на 40+. Что-то новенькое, да? Но Аризона настроилась. Нам нужно побеждать. Нам нужно набирать очки. Уже хватит. Я хочу в плей-офф поиграть. Все-таки. Если не попадем в плей-офф, то это будет очень печально. Ридер. Ну, до конца. До конца. До конца. Так, отлично. Голигосский перехват. Пушкаревскому. Свободную зону. Пушкаревский уходит от силового приема. Выкатывается на Варламова. 6-2. Любимый гол забрасывает. Мой. 6-2. Нас громили, теперь мы громим. Седьмая шайба в сезоне Пушкаревского. Скоро десяточка уже. Вот так быстро мы набираем очки. Конечно, тут стоит отметить, что уже команда обеспечила многое. До того, как мы начали набирать эти самые очки. Но, тем не менее. Опасно. Смит на месте. Спокойно, Пушкаревский. Ну, 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 ну. Что это? Потеря вообще не обязательная. Выход один на один. Смит. Защитники опять потеряли. Я успел. Я успел вернуться сюда. А здесь уже не успевал. Бросок мимо ворот. Ну, с 6-3 там мы не должны упустить. Ничего. 6-2 точнее. 6-3, если бы стал. Я уже закладываюсь на то, что мы бы пропустили. Но нет. Пока мы не пропустили. Третий период еще впереди, конечно. Но 6 шайб за 2 периода. Когда Аризона вообще забрасывала-то. Столько. Все оценки, как под копирку у нас на 4 с минусом. По всем позициям. Хоть вбрасывание получается выигрывать. И сразу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Традиционная тоже комбинация для НХЛ. Но когда играешь за одного игрока, здесь сложно. Ее провести. Ее реализовать. Но вот тут получилось. Упустили Пушкаревского. Защитники Колорадо. И... 7-2. Вот это я понимаю. И Варламова меняют. Но 7 шайб пропустил. Да, очень много. Жалко Сему, но что поделать. Да, 8-ая шайба Пушкаревского в сезоне. Продолжаем бомбардировать. Удаление у Колорадо. Отлично. Кстати, я немножко не понял. Мы вышли в старте на 3-й период, что ли? В первом звене, что ли? Я не понимаю. Почему мы сразу играли? Но не важно. Важно то, что мы реализовали этот шанс. И сразу забросили. Отлично. Блокированный бросок. И вперед, вперед, вперед. Мы в большинстве. Пушкаревский. Но Колорадо слаб, конечно. Это видно. Это вам не Сент-Луис. С теми ребятами вообще ничего не получалось. Заблокировали. И шайбу отняли. Отлично. Можно отправлять Пушкаревского. Во. Тормозит Саша. Уходит от защитника. Убирает шайбу под себя. Делает передачу. Ну, а что-то я сам запутался уже. Сам не понял уже, что хотел сделать. Перехват. 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 На смену. Отлично. Атака 5 с минусом. Великолепно. Нужно будет одну из шайб обязательно посмотреть после матча. Сделать из нее обложечку. Так, 7-3. Ну, без пропущенных тоже не обходится. Удаление опять у Колорадо будет. Интересно. Пушкаревский. Через защитника можно сыграть. Он решил щелкнуть. Ну и игра в большинстве нам предстоит сейчас. Очень много удалений. Нас на 25 секунд выпускают. Да-да-да. Именно так. Ой-ой-ой. Ну зачем так? Мы в большинстве. Шайбу просто можно было сохранить. Пойти в атаку. Ну как хотите. Я там силовой прием применил. Давно, кстати, этого не делал. До травмы очень часто это практиковал. Как вы помните. Опа. Вышли из-под прессинга, можно сказать. Хоккеисты Колорадо. Пушкаревский. Бросок. Достаточно опасно. Но эта передача, если бы прошла, там вряд ли бы наш хоккеист сообразил, как поступить с шайбой. Потому что он немножко неудобно располагался по отношению к воротам. Но тем не менее. Играйте чисто. Стараемся. Стараюсь. А я не знаю, почему здесь работал R1. Я нажимал, чтобы клюшку ему поднять. Я видел, что он открыт. Вроде ему передача должна пойти. Она и пошла ему. Ну вот, видите. Не смог я справиться с задачей. По нейтрализации. Ну и игра чистая. Я справился с задачей, в принципе. 7-4. Отрыв сокращается. Но сократиться вовсе не должен. Магин. Не торопись. Не торопись. Заходи в зону. Можно пасовать. Пушкаревский. Укатывается за ворота. Передача. На дальнюю штангу. Снова Пушкаревский. Попытка номер 2. По защитнику. По борту. Пушкаревский. Снова защитнику. Ай, как разыграли. Ну, слушайте. Вот. Возвращаются те комбинации, ребята. Резоны. Которые были в начале сезона. Но это было сейчас потрясающе. И прекрасно. Хэтрик, да? Пушкаревского. Я так понимаю. Я так понимаю. Хэтрик Пушкаревского. Да. 8-4. Но. Это даже сейчас не главное. Девятая шайба Пушкаревского. Да. В сезоне. Вы посмотрите, как раскатали. Раз. Ну и до этого были передачи. Два. И в одно касание. В дальний угол. И свежего вратаря тоже. Распечатали. Это заявочка, ребят. Заявочка на первое звено. Согласитесь. Хэтрик Пушкаревского. Мерфи, ну что ж ты застрял-то? Все-таки зашел в зону. С грехом пополам. Атака Колорадо? Ну, нет. Здесь все надежно, четко. Наша оборона изумительно играет. Хотя не всегда. Все равно 4 шайбы-то получили. Ридер. Пушкаревский. Ай, красиво ушел. Но вот... Лежний угол был закрыт. Вратарем. И пора на смену отдыхать. Я думаю, мы уже больше не появимся на льду. Все уже обеспечили. 5 с плюсом атака. Но это за хэт-трик. Я даже, наверное, именно последнюю шайбу посмотрю. Как Пушкаревский забросил. Надо сказать, что Аризона вся хорошо играла в этом матче. 4-1 все-таки без Пушкаревского они сделали сначала. Так. Ага. Смотри. Скорость 99 уже. Точность кистевого. Все. Уже качаться перестанет. Точность кистевого. Контроль шайбы 80, кстати. Выносливость плюс 350 аж. Вот это прокачка в этом матче была. Вы посмотрите. 1,6 множитель. Ну, супер. Блин, ну скорее не скорость. Никак не качается. Вообще никак. Да, ну естественно. А, еще передача была голевая же. Точно, точно, точно. То есть 4 очка в одном матче. Набрал Пушкаревский. Значит, шайбы. Давайте посмотрим. Вот, Пикарду я забросил. Да, 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 да. Раз, два, три. Значит, вот раз, два. И бросок. Отсюда можно как раз-таки взять обложечку. Да хоть бы и вот так. По-моему, нормально. Пушкаревского видно, ворота видно, вратаря видно. Все отлично. Возвращаемся в центр. Что-то как-то последние матчи у нас длинные достаточно получаются, да. Я вот смотрю по секундомеру. Обычно там по 15 минут матчи были. Тут прям по 19. Но это НХЛ. Чего я хотел. С Виннипегом. Следующий поединок. У них 35 побед. У нас 35 побед. Вот это соперничество будет сейчас. Вот это я понимаю. Ну что, поехали. Жалко, что тренировок сейчас нет. Я бы хотел скоро себе прокачать и ускорение. Так, снова в красный, наверное, сыграем. Мне прям нравится играть в красный. Красный вообще мой любимый цвет. Если что. Интересно, сейчас я смогу пропустить первую смену или нет? Ну, кстати, да. Меня не поставили пока в первое звено. Несмотря на хэт-трик. Ничего. Еще будем доказывать тренерскому штабу, что мы можем. Нет, тут все пропускается. Да, это был глюк какой-то в прошлом матче. Ну, бывает. Ничего страшного. Укрепите оборону. У нас двойной опыт. Ничего себе. У Виннипега 6 побед, 4 поражения в последних 10 матчах. Ну, такая средненькая статистика. В принципе, неплохая ридер. Пушкаревский открыт. Почему так долго, вы думаете? Надо действовать быстрее. Думать быстрее. Соображать, чтобы соперника запутывать. Так, ну и посмотрим, чем тут опасен Виннипег. В принципе, я представляю, чем. Отличный отбор. Вышли через Пушкаревского. От одного ушли защитника. Тут еще двое. Дриблинг. Дриблинг. За ворота уходим, уходим, уходим. Передача-то кому делать? Ладно, защитнику. Только не... Пожалуйста, не привезите себе контратаку. Щелчок. И добивание нужно. Я увидел, что вратарь сместился. И как раз решил нажать на кнопку щелчка, чтобы защитник послушался меня и сделал. Это да, такое работает, когда играешь за одного игрока. Что в НХЛ, что в ФИФА. Но, к сожалению, добить не получилось. Там в щиток хорошо бросил защитник. Шайба отскочила на пятак. Магин. Пушкаревский. Ух, сложно. Тут двое против Пушкаревского. Клюшку пытаются поднять. Ридер. Пушкаревский. Снова через защитника. Ой, какая передача. И снова добить нужно. Камри. Пока справляется с этими нашими виртуозными комбинациями. Брасывание выиграли. И сразу бросить. Вот она, моя комбинация любимая. Но сейчас защитник заблокировал. Виннипега. Майерс. Он у меня... Вроде бы ультимат-тим есть. Я про Майерса, если что. Ну что там? Ну шайбу заберите. Ё-моё, а! Так долго боролись и все-таки проиграли. Я на смену. Магин, решай сам там свои проблемы. И он, кстати, прошел так за ворота аж. Шайбу у него не отняли. Ну что ж, 0-0 пока. Да, с Виннипегом более упорная борьба. Не жалец. Колорадо, естественно. О, потеря. Потеря шайбы. Все заблокировано. И сразу вперед. Хорошо, Пушкаревский. Защитника поймать бы здесь. На смене скорости. Майерса не поймали. Сколько я не пытался. Но вот скорости не хватает в таких эпизодах. Пушкаревскому, конечно. Не хватает скорости. Через правый фланг выходим. Магин. За ворота. Ну правильно, на самом деле. Отлично. Пушкаревский. Защитнику. Щелчок. Подставить бы еще. Клюшечку. Кому-нибудь из крайних нападающих. Неплохо. Неплохо. Ридер. Ну вот опять комбинации. Ребят, комбинации. Комбинационная игра Аризоны. Вот что нас отличало в начале сезона. Конечно, если меня поставят в первое звено. Там не будет Ридера и Магина. Которым я уже привык более или менее. Но будем привыкать к новым, более классным партнерам. Мы разыграли как по нотам сейчас. И защитники там всех упустили. Камри не смог ничем помочь. Ну и Пушкаревскому должны засчитать передачу. Результативную. Естественно. Предголевую. Первый период за Аризоны. 1-0. Ну вот другое дело. Совсем другое дело. Да, хочется в первое звено, конечно. Очень хочется. Чтобы вот начинать периоды. О, игра в большинстве. Нас выпускают сразу же. Целых 2 минуты есть. Обрасывали, проиграли. Ридер. Побороться. Не, не получается. Ладно. Ничего. Сходу зайдем в зону. Я надеюсь, да? Защитник не затупит сейчас. Пушкаревский. Защитник убежал вроде как. Так, за воротами шайба. Ждем партнеров. Ай-яй-яй. Зря я тут, конечно, остановился. Я не думал, что он так меня возьмет и прижмет сразу. К борту. Ладно, ничего страшного. Еще одна попытка. Пушкаревский. Передача назад. И сразу бросок. Где шайба? Под камри. Хорошо, что он сразу бросил сейчас. Это прям наиболее опасно выглядело. Если бы он там начал принимать, это уже не то было бы. Пожалуйста, выигранное вбрасывание. Я не стал запрашивать, потому что увидел, что Стоун немножечко сместился ближе к воротам. Как раз под бросок. И это сработало, друзья мои. У него пятая шайба в сезоне. Опять мы в большинстве, кстати, забросили. 2-0. Аризона Виннипек. Совсем другое дело. Вот, пожалуйста. Наконец-то. Я вообще не помню, что вот после выигранного вбрасывания Пушкаревским вот так вот забрасывали защитники. Что у Титанов, что и раньше в карьерах в НХЛ. Ну ладно. Главное, что это случилось. И мы теперь ведем 2-0. Чутье меня не подвело. Это я про то, что, ну, я не стал запрашивать в этом эпизоде. Заходим в зону. Пушкаревский. Магин. Нет, я от Магина шайбы просил. Если честно. Все немножко по-другому получилось. Из-за этого менее опасно. Ридер. Не стал спиной выкатываться из своей зоны. Молодец на самом деле. Оффсайд. А вот теперь. Ридер не молодец. Потому что вроде именно он. Поторопился. Шкаревский. По борту. Ридеру. Ридер обратно. Комбинационная игра, помните, да? По защитнику. Можно бросать. Не попадает, к сожалению. Какая позиция была убойная. И зона открытая. У защитника нашего. Здесь что? Е-мое. Если из этого родится гол в наши ворота. Это будет очень тупо. Не-не-не. Все нормально. Или родится все-таки. Повезло. Дюклеер. Ну все. Это уже не наши ребята. Не из нашего звена. Быстренько меняемся. Неплохие оценки. С защитой, конечно, нужно чуть получше. Действовать в защите именно. Там пока троечка. Которую тоже можно исправить. На самом деле. Ух ты. Сразу перевод на меня. Я не ожидал. Я не ожидал. Шага в нашей зоне. Виннипек пытается атаковать. По борту перевод. Вот этот вообще не нужен был. При прессинге-то. Вдвоем. Закрываем его. Там защитник подключается. Паника. Паника. Ридер. Справились. Магин. Толча такая была там. Пушкаревский. Меняемся. Магину снова. Ох ты. Камри. Какой сейф красивый вратаря был сейчас. Видели? Ну и опять комбинация. Вдвоем всю оборону растащили. Фух. Защита справилась. Пока что. Атака продолжается. Накрыть. Ох. Пушкаревский. Это было очень больно. Но тем не менее. Очень полезно. Для нашей обороны. Но. Правда. Следующая передача все-таки дошла. Точнее. Следующий бросок. 2-1. Виннипек. Такие одну шайбу отыгрывать. Но они очень стремительно были в атаке. Как я не защищался. Все равно. Кто-то из наших защитников проворонил. Да. Вот открывание. И до свидания. И до свидания. 15-15. По броскам. Равный матч там. Равный матч. 2-1. Мы впереди. Пока что. Посмотрим что будет в третьем периоде. У нас кстати в третьем периоде снова выпускает тренера в стартовом звене. Ну именно. Начинается второго звена. И мы. Сейчас пропустим. Да. Защитники вообще не встречают никого. Они просто катятся назад. Обычно они так не играли же у нас. У Смита уже 16 сейвов. И он хорош. Он хорош. Это конечно мало для реальности. Если с реальностью сравнивать. Да. Но для игры это хорошо. Ридер. Пушкаревский. Тут двое. Тут двое. Становиться. Пушкаревский. Шайбу взять. За ворота отдать. Ридер. Обратно. Выкатывайся. Выкатывайся. Ридер. Выкатывайся. Эх. Ладно. Сам. В противоход Камри. Пытался положить сейчас шайбу. Но все перекрыты были. Я решил сам пойти. Менее перспективно было сыграть через защитника там. Привести контратаку себе. Да. Не стоило. Опять через борт. Накрыть. Хорошо. И с неудобной. Ух. Это было потрясающе. Браво Пушкаревский. Браво. Просто браво. Камри негодует. Но. Юбилейная десятая шайба. Да. Можно с ней поздравить. В НХЛ Пушкаревского. Получилось очень красивой. И я даже не успел запросить. Как мои партнеры отпасовали на Сашу. Это здорово. Вы знаете. Это очень здорово. Взаимопонимание растет. Стоун. Кстати. Отблагодарил. Пушкаревского. Да. За то выигранное вбрасывание. Как раз ведь. Он тогда забросил. Из защитников. И еще с неудобной. Можно было вторую сразу же. С лопаты положить. Но нет. Не получилось. Очень техничные броски. Конечно. У Пушкаревского. Но. От того и точно. С 99. Да. От защитников бежит или нет. Пушкаревский. Убегает. На вратаря не переиграть. Успел отпасовать. Но кому. Нет защитников наших. Они на своей. Они в своей зоне что ли были. Похоже на то. Аккуратней. Ну. Давайте мне шайбу. Ё-моё. Это будет надежнее. Ладно. Я на смену. Устал. Три очка результативности сегодня у Пушкаревского. В этом матче. Две голевых передачи. И шайба собственно. Заброшенная. Ну так. Стоп. Нельзя. 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 Нельзя пропускать. А. Забросили четвертую. Нормально. Нейтрализация. Нейтрализация. Удачу не смог отдать точную. Хотя было время. У Пушкаревского. Было время. Нормально. Свободная зона у Пушкаревского. Вмещается в центр. И потеря. 8 минут. Ну что. Все. Я со своей задачей справился. Двойной опыт мне пожалуйста. Мы отзащищались. Классно. Что четвертую шайбу еще Аризона организовала. Самостоятельно. Ну вот 4-2. Правда и ответ прилетел. 2-43 до конца. Две шайбы преимущества. Нужно удержать. В любом случае. Энстрюм. Снова Энстрюм. Так. Зона. 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 Открытая. Вот. Литтл. Сам бросать будет. Защитники наши справились. На пятаке. Справились ведь? Справились. Вперед на Магина. Магин. Давай сам. Не. Не хочешь. Как хочешь. Ладно. Пушкаревского можно отдать. Дальше за ворота. Ридер. Пушкаревский. Красиво ушел. И снова Ридеру. Забрасывай. Ну ладно. Там защитник ему мешал. Было сложно. Но как разыграли опять Магин. Пушкаревский. Между двоих. Прошел. И дальше сам еще. И там его валят. Главное без травмы чтобы было. Ай. Уже хотел затолкать. Минута осталась. До конца матча. Я думаю это победа. Да. 4-2 ребят. И мы еще набираем плюс 2 очка. Колорадо. И Винни Пек. В этой серии мы обыграли. Дальше посмотрим что идет. Какие команды. И на каком мы месте сейчас. Что самое интересное. Так. Прокачечка. Продолжается у нас. Стойкость минус 30. Ну да. Там нас валили. Выносливость. 94 уже. Здорово. Вбрасывание. 89. Потрясающе. Я думаю первая звезда. Матча естественно Пушкаревский. Но все таки. Да. Две передачи. И шайба. Стоун. Гол плюс пас. И пять силовых. Вторая звезда. Красавчик. Тоже красавчик. Так. Ну и сейчас оценим таблицу. Интересно будет посмотреть. Выйдем или нет. В плей-офф. Выходим или нет в плей-офф. Выйдем или нет. Мы узнаем чуть позже. О. Скоролин и следующий матч. Так. Центр статистики. Статистика команды. Так. Ну здесь поднялись. Поднялись. Правда борьба продолжается. Западная конференция. На шестом месте мы пока. Но у Калгари два матча в запасе. Тут у Анахайма матч в запасе. То есть тут 70. Тут 80 очков получается. Тут 78. И у Виннипега три матча в запасе. То есть тут вообще получается 82 очка. Да. Нет. 80 очков. Да. По потерянным очкам-то мы где-нибудь на 10 месте сейчас находимся. Что конечно очень плохо. Но правда с нами тут и Чикаго тоже. Одинаковое количество очков. Лос-Анджелес. Ну в Лос-Анджелес не достать. Вот. С Чикаго. С Калгари. С Анахаймом. С Виннипегом. Вот. Мы будем бороться. За восьмерку. Эдмонтон чуть отстает. Хотя тоже. Вот у него на два матча. То есть получается 75 очков. Он чуть-чуть буквально отстает. На два очка. От нас. Вот такие вот дела. Да. Пропускаем очень много. 191 шайбы. Чуть ли не больше всех. Колорадо вон 226. Побольше пропускает. Ну а во всей лиге на каком месте там? Во всей лиге на 12. Интересные дела. Интересные дела. Тем не менее можем не попасть. Ладно. Борьба будет в западной конференции. Конечно очень жаркой. Очень жаркой. Каролина. Да. 31 победа у них. Играть нам кстати с Виннипегом опять в следующей серии. Опять нужно их обыгрывать. Обязательно. Это наш конкурент. За место в плей-офф. Спасибо всем ребят за просмотр. Не забывайте про лайки и комментарии. Увидимся уже в следующей серии. Всем пока.